Ну что, я, как это ни странно, рад все-таки вас видеть. Видимо, все совсем плохо с Криворожским стрекболом, если вы в октябре собираетесь в такую погоду играть. А, все, да. Теперь серьезно. На самом деле, очень рад вас видеть все-таки на четвертой игре нашей серии. Ночь героев. Да, ну, вас так, вас далека не видно как раз в темноте. В общем, рад, да. Значит, что это вообще за херня для тех, кто первый раз или уже забыл, не играл с 12-го года? Чем это отличается от нормальных, там, ночных, типа открытия-закрытия? По моему скромному, лично моему мнению, это одна из самых тяжелых игр, которые делаются в КСК, с точки зрения нагрузки на одного человека и на команды. Если случается чудо, их приходит хотя бы три человека от одной команды. То есть, основной смысл игры развеять все эти недостатки, все эти мифы, которыми болеют реконструкторы, невисилсы, милсимеры разные, победуны и прочие ребята. Что, в принципе, ну как, если я на школе забил 15 человек с привода, вот, с синей изолентой, то я, наверное, уже подготовленный всесторонний боец. Вот, поэтому они иногда приходят на Красный мост на ночную и узнают, что в снаряжении есть такие вещи, которые тебе на самом деле не нужны. Броники это хорошо, но не всегда нужны. Иногда нужно носить с собой рюкзак, который нужно правильно снаряжать и размещать. То есть... Бетинги нихера не бывают. Да, бывает холодно, бывает игра, которая длится больше двух часов. То есть, никто первый прибежал на этаж, и тот сразу автоматически весь фронт изогнул в свою сторону. Что иногда приходится сидеть, наблюдение, разведка и прочее незнакомое большинство вещей из уставов. Да, это все мы через пот, боль и простуженные коленки вот познаем на этой игре. Да, есть. Все присутствует, да? Да, 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 ребят. Значит, у нас опять же нет другой крайности, типа, дофига милсим, лучше, чем война и прочее. С войной страйкбольной игры мы ни в коем случае не связываем, не ассоциируемся и просим опытом боевым не делиться. Потому что это разные вещи, разные ставки, поэтому как бы надо уважать реальность. Грустную, да, и наши побегушки с танцующими афганцами и тому подобным. Значит, еще один момент. Я общался с Орионами, начиная с прошлой игры, мы игру «Ночь героев», третью, уже четвертую, посвящаем памяти нашего товарища страйкболиста, Матусеевича Витахи, да. Хорошего парня, на самом деле, который играл на первых двух играх серии, сделал ту самую судоплатовскую конфету, бомбу, начиненную пиротехникой, а сверху засыпанную пудрой, которую они пытались продать Исафу, но перемудрили и сами, в общем, отправились к пудренным чертям. То есть убили весь афганский кишлак и засыпали пудрой. То есть парень был хороший, и я как бы далек от всех этих поминок и прочего, каких-то, скажем, официальных мероприятий память человека. Но я считаю, что если он наш друг и им и остался, то вспоминать его хотя бы раз в год, такой вот игрой, это было бы достаточно достойно. Поэтому играем. Тут будут моменты, какие-то удары ножами, какие-то попал, не попал. Я советую играть, ну, даже не сколько честно, сколько уважительно друг к другу, потому что играет уже пятый год тот самый коллектив в основном, все всех знают. И, как показывал пример Твикс, например, на прошлом закрытии, что в случае спорной ситуации, ты считаешь попал, все, я ухожу. И расходиться, чтобы не было никаких обид, и наш коллектив рос, а не уменьшался. Тогда, я думаю, мы не постромим память нашего товарища и хорошенько сыграем. Все, с официозом закончили. Что по поводу игры? Некоторые из вас читали анонс, некоторые вовремя зарегистрировались, а некоторые даже заплатили весь взнос. А что за игра? Пикник на обочине 6, месть Витоса. Месть краснокройных. Да, да, да. Чики-брики и моросить. Я уже научился у сталкеров, как не моросить, мне объяснили в Днепре. Значит, какой у нас смысл? У нас прошлая игра закончилась, так как они продолжают друг друга. Уверенные победы афганцев. Афганцев было сколько? Три с половиной? Витос. А? Афганцы были в большой меньшинстве, но не выиграли в силу того, что... Нет, подожди, было 4 человека только Кевиновых, пацанов, что трубы носили. Сколько тогда всего было? И плюс еще были, там, Кузьмич, Витос, Племянник. Хорошо. Обычно мы в меньшинстве, а в большой Исафовце. Да, ну, в общем, Исафа было чуть больше, но он сел на чинок и улетел там смотреть какой-то американский футбол. Да, поэтому территория третьей группы подряд осталась за афганцами, афганцы собрали оружие, барахло и пошли воевать дальше. Так как Исафа нет, воевать хочется. Они пошли там, где есть Исаф. Остались только местные ребята, вот вы видите, танцоры, йога-инструкторы в женском клубе. Да, есть под Кабулом женский фитнес-клуб, чисто для женского контингента Исафа. И у нас там есть секс-инструктор один. По документам вы сами выясните, кто это. Там мои яйца. Это только если ты очень долго воевал, а не остались там. У нас есть уличные торговцы, музыканты и прочие разные ребята. Значит, смысл какой? Местные тоже недовольны вернувшимся контингентом. В этот раз британцев больше двух. Значит, и те выжили и привели с собой подмогу. Хочется воевать. Воевать не с чем. Поэтому ребята, которые сейчас набрали глушителей, коллиматоров, рельсы с понижающими и повышающими планками, они все это добро оставляют на своем лагере где-то там, и Саф не знает где. А Твикс знает где. Скажем так, там две реки, да, очень маленькие. Да, они оставляют все оружие там и начинают как бы мирничком. У них есть документы. С этими документами они себе гуляют. Опять же, на начало игры они получат водную, где и как добыть оружие. Как говорил Мамедов, встречая мертвых людей. Вот так вот. И другим способом, да, они будут его добывать. Афганцы, которые имеют при себе документы и не имеют при себе запрещенных вещей, мы их не стопаем. И Саф не имеет права их задерживать, арестовывать. Арестовывать и задерживать можем в двух случаях. То есть, неадекватное поведение нападает, угрожает, что-то целится, бегает. И второе, имеет при себе оружие, имеет при себе оружие и тому подобные вещи. Гарнитуру, вкратце, это явно не пастук с гарнитурой. Или не хочет показывать документы. То есть, у него по документам там какой-то ганнибал-лектор. Ну, короче, вы найдете к чему придраться, я вас верю. Если не находите, отпускаем, да. Они будут гулять. Значит, несмотря на то, что игра запланирована от тихого, как обычно, по нарастающей, афганцы все жирнее, ночи все темнее, документы будут действительно до конца игры. То есть, гражданские точно так будут ходить. Зона 25-30 метров вокруг именно лагеря, она не игровая, не боевая. То есть, здесь можно делать гадости, торговать, воровать, продавать, развлекаться. Тыкать дули, да. Никакой стрельбы. То есть, для тех, кто хочет махать ножами, я повторяю, никакой стрельбы. Нет, я повторяю еще раз, никакой стрельбы. Никакой стрельбы ножами. С третьего раза поняли, что да, про нож я не говорил еще. Стрелять нельзя, да, все остальное можно. Не, нож запрещенный. Ты все правильно понял. Нож же не запрещенный. Ну, зачем ты уточняешь? Да, ножами можно ширять. Нет. Да, ножи можно применять, Миша. Ты можешь идти с ножом, и тебя за это не стопанут. Значит, еще раз, список разрешенных вещей. Личные вещи, там всякие памперсы и тому подобное. Бумага туалетная, телефоны, радиостанции без гарнитуры и ножи разрешены. Теоретически, вы можете иметь при себе какое-то несовременное оружие, типа охотничьего ружья или старого пистолета, без патрона, без магазина. Вот. Да, как вариант, что напарник глотает магазин. В ней нет патронов, не магазинов. Что-что? А есть и аркебуза заряженная, в ней нет ни патронов, ни патронов. Заводьями, да? Нет, аркебуза, думаю, это уже слишком старая. Проходила Александра Македонская, ставил луки пращи. Вот, вот, вот. Значит, что из интересного, ребята, по поводу документов? Документы сделаны двух комплектов. А ну что там, блин? Документы сделаны двух комплектов. Изначально товарищи афганцы имеют на себя белые, чистые легальные документы. Кто уже играл или читал анонс, если такие существуют, те в курсе, для чего они нужны. По ходу игры у ИСАФ будут каким-то способом появляться документы уже. С вашими настоящими вот этими лицами, испорченными Криворожским страйкболом, да, с оружием и всем остальным. То есть, если товарищ заходит побарыжить на блокпост, а его уже ждут, фоточка в рамке, их разыскивает милиция, висит на стеночке, то прием к нему будет совершенно другой. В этом случае его пленят, допрашивают, там, ставят ему клизму, в общем, развлекаются как хотят, пленение по правилам ФСУ. Кто помнит сколько? Полчаса или час? Полчаса. Я буду ждать, пока дадут правильный ответ. Полчаса. Или в сорок минут все-таки, Николай? Часа и три вопроса. Или час? Час. Час. Вообще-то час. Да? Я не знаю, но я буду говорить убедительно, да, вот. Пускай будет час. Вот. В течение часа этого пленного талиба можно занять на хозработах на заготовке дров. Он никуда не убежит. Вот. Пацаны, пацаны уже заготовил за всю ночь вперед. Ну, а только выносили. Значит, задачи стороны получили. А как же их перенести? На два метра левее или правее? А это все. Стороны получили свои задачи. Можете их открывать буквально через 10 минут. Афганцы сейчас двигаются на свой так называемый лагерь. Есть такая вещь, как передовой мертвячок. Передовой мертвячок должны были назначать командиры, если бы они были выбраны до игры. По сути, любая палка, любой диодик, который вы своей команде говорим, мы респаунимся здесь. Единственное, чтобы это было хотя бы метров 30 от зоны действия. То есть, если будет бой за какую-то точку, не прям под ней. Поэтому сооружайте сами, так как вы не смогли назначить командиров... Почему я не за талибов сейчас? Да. У ВИТОСа вроде бы назначили, да. Но опять же, дать им одним только маячок, а вторым не дать. У ИСАФ будет свой, у афганцев будет свой. Их опять же можно захватать, прийти просто выключить. Из чего соорудить, из того они и будут. Могут быть разного цвета, могут быть не разного цвета. У меня есть стаканчики, то есть вы можете любой источник света... Сверху девайте стаканчик белый, и это будет сразу понятно, что это ни на что другое не похоже. Он будет светить во все стороны. Значит, эти маячки можно выключать, подошел, выключил, все. Пока командир не придет, не включит его, никто на нем не респаунится. Можно накрывать артиллерией. Значит, какие вопросы? Пока никто не придумал вопросов. По бинтам. Ранение есть, ранение у обеих сторон без привязки к СИБЗу. У афганцев все бинты у командира. Он единственный, кто может оказывать первую помощь. Пускай поразвлекается. У ИСАФ, подожди, бинтование у двух человек, которых сейчас назначим. Если Элла придет, она будет вторым медиком. Если не придет, у нас сейчас будет один медик. Все бинты у него. Я буду медиком. Да? Для Эллы есть аккумулятор или оставить? Я автомат для нее привез. Если она не попадет на игру, то кто-то другой будет с ним играть. В случае отказа. То есть у нас есть... Не отжимаются. Что? Бинты отжимаются. Бинты не отжимаются, нет. Не, а мы же сами себя можем переменять. Нет. Только командир. Какие самые бинтования? Не, ну в смысле мы внутри. Только командир. Или командир, или командир. Или командир, или командир. Если уже почувствуете, что совсем плохо, сообщите мне. Пока один, да. У нас и так 5, у нас каждый второй медик. Да, вас по факту еще и больше будет в обороне. То есть проблема бинтов, не будет проблемой. По поводу ранений. Кто еще новый, или кто забыл. Одиночное попадание или очередь. Один шар, или 15 шаров в одной очереди. Человек принимает положение лежа. Если совсем холодно, сидя. С этого момента его можно добить. Или пленить. Или оказать помощь бинтом. 5 минут, учитывая погоду. Жгуты, турникеты. Да, можно. Да, жгуты можно. Но вообще... Свалик ввел у себя турникеты. Я читал анонс. Тогда мне будет просто стыдно не соответствовать критериям лучшего в области строительства. В стране страйкбола, да. Поэтому для тех товарищей, которые купили турникеты, цепляйте их на себя. И вы не истечете кровью хоть в течение суток. Лежи там в сутки. Да, ну то есть не 5 минут. Вообще не ограничено до конца игры. Лежи, не умрешь. Стас, еще один момент. У них мы можем отжать мерточок, который двигается? Вы можете его просто выключить. Пока его не включит командир, именно командир, он не работает. А что мы с блокпостом можем сделать? Они могут наши... Он не игровой, тут ничего ловить. Не, они наш мертвяк могут там артиллерии подавить. А что мы в ответ можем? А я сейчас с вами пойду и расскажу. А, все безусловно. Мы что-то могли сделать. Да. Товарищи сафовцы, вы пока к костру планируете, а сейчас я вернусь. Вооружайтесь, снаряжайтесь. В общем, к костру, товарищ сафовцы. Товарищи сафовцы. Витас! Да, эй! Гожи шкартунку. Шкартунку я взял. Да, да, да. Откосим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова